Итак, еще раз рад приветствовать уважаемых студентов самых верных философии, что вторую лекцию с нами. Что-то вопросов не дождался, если по ходу возникнуть. Так, Руслан. Смотрите, этот вопрос Руслана больше подходит к психологии, которая составляет некие классификации, особенно а-ля НЛП, для того, чтобы по каким-то фишкам, по каким-то предпочтениям классифицировать человека таким или сяким способом. Не то, чтобы я в этом сомневался, в возможности такой вот универсальной классификации, что если слушаешь такие-таки группы, любишь такие-таки фильмы, играл в такие-таки игры, вот тебе классификация, вот твоя ячеечка, и уже психологи за тебя там что-то знают. Просто меня, как представителя философской науки, это не интересует, а интересует меня в области эстетики, как я сказал, тот момент, почему же, например, вот как сказали, музыкальные, кино и видеоигры, так? Хотя в играх разбираюсь плохо, а точнее никак, но, зная этот феномен культуры, вижу, что действительно там некие эстетические... То есть, это уже иногда как произведение искусства. Так вот, из названного Русланом могу сформулировать такую проблему. Почему же и поэма, какая-нибудь древняя, и современная видеоигра, и современное кино или музыка могут проблуждать в человеке некие схожие эстетические переживания? То есть, за счет чего же, за счет чего же разные не схожие виды искусства могут, по сути, удовлетворять некую сквозную для человечества как такового потребность? Подождите, Элмар Тахираглы, эстетика – это раздел философии, мы сказали, который как раз и пытается осмыслять природу прекрасного. А именно, основной вопрос, есть ли прекрасное, объективное вообще для всех людей всех эпох, или прекрасное относительно для людей какой-то одной эпохи, или для одной культуры. Либо же эстетические идеалы у каждого субъективны. Как я сказал, если уж вы все про эстетику, аргумент в пользу объективности прекрасного – это я перечислил ряд артефактов и построек, и картин, и, например, можно фильмов и музыку назвать, которые у всех людей, обладающих художественным вкусом, вызывают схожие эстетические переживания. То есть, если индус, попав в Грановитую палату достижения средневекового русского оружейного гения, посмотрит, или мы, попав в Индию, в Дели, посмотрев их оружие, увидим, что кроме функциональности и наши их мастера пытались добиться некой красоты. И, глядя на эти вещи, мы, как и наши предки в Индии или в средневековой Руси, испытаем эстетические переживания, то есть удовлетворим нашу потребность прекрасному. И это, повторяя, аргумент в пользу той позиции, которая восходит к Платону, древнегреческому философу, что прекрасное оно объективно. Хотя есть и некие вариации, что для одних, например, более предпочтительно удовлетворение эстетических потребностей через классическую музыку, для третьих через джаз, для четвертых через рок. Но, в принципе, в этих музыкальных формах они удовлетворяют ту самую объективную общечеловеческую потребность в прекрасном. То есть, вот это философские проблемы прекрасного. Этика. Эстетика изучает Эти. Надеюсь, на вопросы ответил. Что непонятно, так же пишите. Сейчас вы видите... И на слайде документ, который есть у вас в кейсах. Вы их скачать можете. И видим пункт 2. Вы должны будете пройти тесты. И из кейса написать... Что написать? Вот. Пройти тест в СДО Прометей. Там А3++ называется. И домашнее задание. Анализ философского текста. Какие именно философские тексты и как их анализировать. Об этом я расскажу вам через неделю по графику наших занятий. Но сейчас повторю здесь с первой лекции, что для анализа любого текста из кейса... Как выбирать, тоже расскажу. Но сейчас повторю, у нас важно, что тот теоретический материал, который был на прошлой лекции и сейчас, он вам и поможет написать анализ текста. Потому что, повторяю научный горьким опытом, в готовом виде удовлетворительных, приемлемых анализов текста в СД нет. И то, что вы можете скачать под этим названием, лучше мне не присылайте через Прометей, если вы не посмотрели мои лекции, если вас здесь не было, вы не смотрели слайды и так далее. Повторение мать учения. Итак, если вы задаете вопрос по этике и эстетике, то давайте мы сейчас на второй лекции пробежимся именно по этому разделу. Я повторяю кратко про все разделы философии, уже в прошлой лекции сказал их проблемы. Как вы видите, этот слайд продолжает, рассмотренное нами. Аксиология объединила, раздел появившийся в 19 столетии, объединила две традиционных области философского знания. Собственно, написанное на слайде мы уже другими словами рассмотрели. Хорошо. Что же нового добавим? Итак, прочитаем написанное. Не буду все воспроизводить. Итак, перед нами упоминается первая из этических школ эвдемонизма. Как видно в завершении слайда, жизнь счастливая – это и есть жизнь моральная. Вдумаемся, уважаемые. Можно ли сегодня однозначно согласиться с этой традицией? Обратившись к собственному жизненному опыту или более старших товарищей, спросим, всегда ли морально поступающий человек становится счастливым? И понимаем, что далеко нет. Но неужели этот великий мыслитель, как написано «отец античной этики», был наивен и заблуждался? Как вы понимаете, так не может быть так просто. Поэтому запомним. Если какая-либо позиция нам кажется непонятной, парадоксальной, странной, это потому, что мы ее неглубоко понимаем. И заглядывая в прошлое, мы сейчас кое-что увидим. Итак, он первый эвдемонизм. Его ученик Платон тоже развивал эвдемонизм. Прочитаем позицию. Марта Кироглы, главный помощник педагога сегодня, он говорит, что да, сложно добиться счастья человеку, который следует морали. И очень часто идет выбор, либо одному следовать, а именно стремлению к счастью, либо все-таки неким моральным нормам. Будь то религиозным, или светской, например, Советскому кодексу строителей коммунизма. Итак, но мы должны понять, почему же Сократ и Платон были эвдемонистами. Итак, позицию Платона мы прочитали. И третий представитель – это Аристотель. И вас уже шапка слайда может удивить. Мы-то на подопрошлом слайде сказали, что Сократ – отец античной этики, а здесь – родоначальник этики как науки. То есть, в чем же дело? Что нового Аристотель привнес? Для общей культуры запомним, что Сократ, он принципиально ничего не писал. Он читал, что слово записанное, оно мертво. То есть, он говорил подобно статуям, которые безмолвны. Книги, по сути, безмолвны. Они, казалось бы, каждому отвечают. Ну, почему тут тогда безмолвны? А потому, что отвечают одними и теми же словами разным людям. И это вызывает ошибку. Поэтому Сократ беседовал с каждым и помогал каждому добиться счастья через то, чтобы стать моральным. Платон, ученик Сократа, писал диалоги одной стороной, которой, соответственно, был его уважаемый учитель Сократ, а другой – различные оппоненты. А вот лишь Аристотель, ученик Платона, то есть, третий в цепочке, он стал писать этические трактаты как строгие учебники с пунктами, параграфами. Поэтому, чтобы подчеркнуть его значение, и говорят, родоначальник этики как науки. Он, как мы видим, уже выделил два вида добродетелей – этическая волевая или дианетическая мудрость благоразумия. Но нам главное, что он, как эвдемонист, завершено показывает, что эта традиция состоялась в античности. И, как я обещал, мы должны ее коротенько понять. Запомню, что расцвет греческих полисов, как мы сказали, с греческой демократией, приводил к тому, что были, конечно, ошибки, но в целом, если некто, например, пренебрегал защитой родного полиса, бежал с поля боя, или пренебрегал государственным долгом, воровал и был коррупционером, то общество в демократических процедурах его сразу же наказывало, отторгало. Следовательно, если некто совершал аморальность для того, чтобы стать счастливым, он, урывая маленький кусочек счастья, по большому счету, обрекал себя на несчастье. И в рамках греческой полисной демократии справедливость довольно быстро его наказывала. Понятно, что сейчас мы не можем вернуться к небольшим греческим городам-государствам-полисам, а в более сложно организованном обществе уже не так просто добиться, чтобы аморальный человек быстро становился несчастливым. Но пока запомним эту позицию. Итак, следующий этап показано. Это эллинизм. Даты написаны, но нам важно, вспоминаем военную историю, благо практически все парни. Хотя иногда и девушки сейчас историю знают лучше. Так вот, этот период нам показателен началом и завершением. Начался он с полувека войны диадохов, престола наследников, ну то есть наследников Александра Македонского, а закончился несколькими веками агонией Западной Римской империи. Следовательно, эллинизм уже не был убедителем. Потому что не могли этики апеллировать к общественной полисной гармонии. Наоборот, вспоминайте конец Рима, о котором мы упоминали сегодня. Чернь требует хлеба и зрелищ, патриции погрязли в развраке. И как же призвать людей быть моральными? И некоторые этики, как мы видим, предлагают свои пути. Прочитаем этот слайд. Итак, я надеюсь, вас удивило, что он доказывал необходимость соблюдения морали, исходя из наслаждения как высшего блага. Казалось бы, наоборот. Если человек безудержен в наслаждениях, он ведет себя морально. Но логика здесь в том, что Эпикур решил сделать ход конем. Не отговаривать человека от наслаждения, а сказать, да, наслаждение свойственно человеку. Однако же он говорит, вот возьмем пьянство раз в раз, стремление к славе, к известности. Если это дает сегодня наслаждение, завтра неизбежны страдания. И, соответственно, общий баланс будет в сторону страданий. И ты будешь вечно неудовлетворен. Поэтому, как написано на слайде, нужно добиваться наслаждений, не влекущих страданий. А именно написано, дружба, занятие философией другим науками, созерцание природы. Как мы видим, это интересная мысль, попытка через наслаждение выйти к моральности. Также внизу отмечено значение мер. Почему? Смотрите, говорит Эпикур, если некто стремится к чрезмерности в наслаждениях, для него страданием становится не просто отсутствие наслаждений, а отсутствие чрезмерности. Сегодня на примере золотой молодежи это мы можем увидеть. То есть переводим слова Эпикур на современный язык. Вот некто голоден, он страдает, нечего есть. А некто страдает, потому что не знает, что бы ему еще такое съесть, как чего он еще не ел. Казалось бы, есть вкусная пища, есть полезная, есть модная, есть как выспособствующая набору мышечной массы. Но ему нужна чрезмерность вкусовых наслаждений. И если сегодня он узнал, что есть некое такое блюдо, он получил это чрезмерное наслаждение, и завтра опять страдает, а как бы еще превзойти превзойденный уровень. То есть, уважаемые, моя задача показать, что Эпикур, как и другие этики, хотя мы видим, он еще до нашей эры, он наш вечный современник. Другая школа. Киники, то есть собакоподобные. Кино-собака, отсюда кинология. Смотрите. Если Эпикур стремился, как бы, тягу к наслаждениям поставить на службу морали, то киники противоположным образом пропагандировали аскетизм. Так? На картинке мы видим известный такой сюжет, что ярчайший представитель киников, Диоген Иссинопа, он жил в греческом пифоне, то есть большой бочке, демонстративно отказавшись от имущества. То есть, он тем самым показывал людям, что он освободился от всех бед, когда избавился от имущества. Понятно, это крайняя позиция, но в ту эпоху, о которой идет речь, это была попытка призвать людей не думать о материальном, а думать все-таки о чем-то выше. И, наконец, последняя из школы эпохи эллинизма. Вновь возвращаемся в Древний Рим, в организирующую Западную Римскую империю. Итак, прочитаем эти требования, эти истойков. Итак, Элбарта Хироглы обратил внимание, что же это за логос и почему в большую букву. Все верно, по-гречески логос – это одно из значений слова-слова. Отсюда в Писании сказано, вначале было слово, то есть это логос. Но в данном случае, правильно обратили внимание, этот термин наделен неким смыслом. Итак, логос правит миром. И далее смотрим, откуда-то покорность судьбе и сохранять достоинство перед лицом улучшающегося мира. И вы скажете, а стоит ли нам у римских стойков учиться покорности судьбе или все-таки лучше быть социально активными, изменять ситуацию, добиваться улучшения? Но, как я говорил в начале первой пары, именно римские стойки с их девизом «Лучше достойно умереть, чем недостойно жить» – яркий пример философии как самосознания культуры. Достойных граждан в Западной Римской империи времен Агони было мало. Они не были способны преломить ситуацию и породили такую вот специфическую философию, фаталистическую, пессимистическую. Фатум – это рок, судьба, некая злая сила. В данном случае логос, запомни, это не просто слово или Бог, как в Писании вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Здесь логос – это некая воля, некий фатум, безнадежная, которая, как они говорили, послушного рок ведет, непослушного влачит. Но вы скажете, а чему же можем от них научиться? Неужели покорности в судьбе? Конечно, нет. На самом деле, главное, чему надо учиться у римских стойков, это сила воли. Но вы скажете, позвольте, ведь мы как считаем, волевой человек – это тот, кто не сдается, не падает, а меняет ситуацию вокруг себя вновь и вновь, пытается изменить. А эти люди, повторяю, покорность в судьбе, апатия. В этом, уважаемые, специфика этики стойков. Не имея возможности, не считая возможным изменить мир вокруг себя, они, тем не менее, культивировали сильную волю, направляя ее внутрь себя. Повторяю, чтобы сохранить достоинство перед лицом рушащегося мира. Они говорили, что в эту социальную агонию любой человек может подвергнуться несправедливым преследованиям, заключению, пыткам, угрозам казни. И у каждого будет искушение предать долг, или императора, или армию, или свою честь. Следовательно, нужна сильная воля, чтобы сохранить достоинство путем изгнания имущества или жизни. Вот такая вот, как мы говорим, с одной стороны, это самосознание римской культуры, но с другой стороны, тем самым, они вышли на некие общечеловеческие смыслы. Например, самурайская философия, бусидоха, кура с ними вполне согласуется. Ну и, например, кто-то из вас может сказать, что да, эта философия близка. Мы закончили с античностью греко-римским миром. И мы говорим, вот этика средневековья и возрождения. Подробно останавливаться не будем. Важно, что в эту эпоху в центре этики, как философии и культуры стоял Бог. То есть, философия, самосознание культуры. Религиозная философия породила религиозную этику. Но последний пункт гуманизм. То есть, гуманизм эпохи возрождения, это уже Бог отходит на второй план, на первый выходит человек. То есть, 15-16 века характеризуют, что если в средние века личностью был только Бог, а человек личности по мере причастности к Богу, то начинают видеть в человеке личность творца морали и нравственности. и идем дальше, смотрим Бенедик Спиноза в новое время. прочитаем. Повторяю, философию самосознания культуры. Именно в новое время, то есть, 17-19 столетия происходит рационализация культуры. Появляется экспериментальная наука, вместо феодализма приходит капитализм, само общество основано уже не на религии, не на традициях, а на неких разумных идеях, поэтому этика тоже в центре имеет разум. Получается, как мы видим, могущество человеческой души это познание. Следовательно, просвещение, познание избавляет человека от власти аффектов, страданий и так далее. Казалось бы, это вполне такая разумная идея, но философы нового времени, они впали в утопию, считая, будто прогресс разума, воплощенный в прогрессе науки позволит подчинить всю внутреннюю жизнь и эмоции и сделает человека моральным, разумным, счастливым, то есть, что наука даст людям ключи от рая. К сожалению, эта вот идея не существует. Но я надеюсь, вы понимаете, когда это все осознали в начале. Добрый Игене Ирек Фаимович, как и остальным присоединившимся, говорю, чтобы начало лекции посмотрели, тогда будет понятно, о чем речь. Хорошо, что отметили присутствие, я это тоже потом себе отмечу. Так вот, эта утопия разрушилась в 20 веке, первой, и особенно во второй мировой войне. То есть, мы помним, что в первой мировой это химическое оружие, появление авиации, ну, танки еще особого урона не принесли, но скорострельное оружие. Во второй мировой войне это, очевидно, уже наводящиеся ракеты, вранетехника и в качестве апофеоза ядерное оружие. Так вот, все это, безусловно, создато человеческим разумом. Это, как бы, самые передовые научные идеи того времени. Но они породили такие массовые убийства, которых не было за тысячи лет до этого. Получается, мы не то, что спинозу критикуем, но мы говорим, что они в новое время, 17-18 веках, просто пребывали в иллюзиях, что, повторяю, наука через образование просвещения делает людей счастливыми, моральными, даст ключи от рая. Похоже, следовал и Декард. То есть, он говорил, что пока другие науки, физика, математика, физиология не дали нам исчерпывающих знаний, но мы не можем придумать такие законы этики, чтобы люди действительно стали моральными. Он ввел временные правила морали, которые логичны, но надеялся, что прогресс всех наук наконец создаст ту самую мораль, которая будет бесспорной. Как я уже сказал, прогресс разного в 21 веке вовсе не означал прогресс и морали. Итак, мы пролистали не так важных авторов, подходим к революции. Итак, перед вами Эммануил Катт, создатель этики долга. Я в слайдах не указывал, но вы, наверное, и так слышали, что есть золотое правило морали закон взаимности. «Поступай так, чтобы то, как ты хотел, поступали к тебе, ты сам так делал». Или наоборот, то, чего не хочешь тебе, не делай другим. Это есть во всех мировых религиях, во всех философиях, не имеет авторства, универсальное. Но дело в том, что Кант в своем категорическом императиве, как мы видим на слайде, он этому тезису придал более строгий смысл. Он сказал, поступай, чтобы человек был всегда целью и никогда средством. И здесь, вот если некоторые из вас уже писали в течение лекции, что в современном обществе это нелегко, здесь уже вы сами можете для себя порассуждать, что можно ли в современном обществе жить и не соглашаться, когда тебя используют в качестве средства достижения собственных целей. Понятно, что современное общество, к сожалению, в этом плане очень проблемно. Поэтому нам и важно жесткое требование Канта, что, во-первых, к другим не относись, как к средству, и, во-вторых, и не позволяя, чтобы в тебе видели средства. Но, уважаемые, вы скажете, ну, мало ли, что Кант сказал, а как он это обосновал. Ведь я в прошлой лекции говорил, что этика, цитата, как бы способ, который мораль оправдывает, объясняет себя перед разумом. Поэтому запомним такой аргумент. Кант этика долга. А кому мы или вы или я или каждый из нас задолжал? Почему говорят о долге? А Кант сказал, мы должны сами себе, потому что мы люди. Если мы от этого долго откажемся, мы перестанем быть людьми. В каком плане? Представим такой пример. Вот захотели вы покормить птичек или бездомных собачек и свои зарплаты или обед выкроили долю малую. И вдруг замечаете, сколько бы вы этим замерзшим, не знаю, наверное, у вас еще холоднее, чем в Омске. Так вот, сколько бы вы не потратили на этих зверушек, они никогда это не оценят в том плане, чтобы хотя бы быть солидарны друг с другом, что, дескать, добрые люди нам помогают, дай-ка мы объединимся и не будем жрать чужие сосиски. Те милые собачки или голуби, которые сильнее и наглее, съедят свою и чужую. И вы никак не уговорите, что, дескать, это же я вам всем даю, будьте людьми. Они не люди, ими жестокая целесообразность руководит, выживает сильнейший. Акан, первый из этих, как он и сказал, что человек это единственное существо, которое принципиально способно подняться над игрой слепых природных инстинктов. Хоть в голодной собаке, хоть в голодном человеке, хоть в голодной омебе, инстинкт сама инстинкт самосохранения, он требует отобрать и съесть. Хорошо, а человек, говорит Канн, только и способен ограничить инстинкт и не только не забирать чужую, а свою отдать даже незнакомому. Соответственно, Ирек Фаимович говорит, остановка саморазвития приведет Так, какая-то надпись появилась. Меня видно, слышно, напишите. Что-то не по-русски. Так, Дмитрий пишет плюс, вроде хорошо, видно, слышно, просьба другие плюсы прислать. Я не знаю, как это переводится. Видно, слышно. Так, всех благодарю, это какой-то и в поддержке надо сказать. Возвращаемся к словам Ирека Фаимовича. Только слайды куда-то листаются автоматически. Ладно, вернули. Так вот, к его словам остановка саморазвития приведет к деградации общества. Можно сказать так, что общество как общество. Потому что, если будет выживая, принцип выживая сильнейший, то можно забрали, забрали. Спасибо. Можно сказать, что если мы введем принцип «выживая сильнейший», то на каждое новое поколение будет более наглым, более зубастым и с большими когтями. Но как общество, то есть общество как общество деградирует, потому что те люди, которые обеспечивают прогресс именно общество как общество, будь то добрые люди, милосердные, умные, творческие, эти люди будут затопканы. В этом плане да. То есть общество будет деградировать, хотя на его место появится стая или стадо, все более наглых, зверских. Получается, завершая с Кантом, Кант попытался обратиться к самоуважению человека. Он, в отличие от прошлых этиков, не обещал, что поступай морально и будешь счастлив. Поступай морально, и ты получишь больше наслаждений, чем страданий. Он сказал, что раз ты себя уважаешь как человека, ты должен подняться над игрой инстинктов в себе и, следуя этому закону, например, не отбирать чужой кусок хлеба. Не видеть в человеке средства для удовлетворения своего голода. Евгений Николаевич, очень хорошо. Получается, он заметил, что мы говорили, аксиологию создали неокантианцы, и здесь мы сказали про Канта. Хорошо, что неокантианцы, это последователи Канта. Пусть, да, хорошо. Правильно заметили связь между ними. Итак, если мы говорим о Канте, не можем не упомянуть другого великого немецкого философа, к сожалению, которого понимают все привратно. Само название «по ту сторону добра и зла» говорит, что он вроде как хотел критиковать мораль, выйти за ее рамки. Но тогда бы мы не говорили о нем, как представители «ы». Да, вот его фразу прочитаем. То есть, чем и Ницше нам интересен в этике и вообще в культуре. Вряд ли можно согласиться с его критикой христианства, потому что он чересчур жестко, радикально, перегибая палки, обрушивается. То есть, к этому мы сейчас не будем обращаться. Но, смотрите, Ницше нам интересен как критик современных ему людей. Он, ставший в 20 лет профессором по античной культуре, видел, что как бы тот высокий уровень, который был в культуре Греции и Рима, скоро сменится. А именно, он жил с 1844 по 1900 год. То есть, он видел, что моральная деградация его современников приводит к интеллектуальному отуплению. Поэтому он попытался их встряхнуть, ходил и раздавал пощечины. Писал такие оскорбительные тексты, говоря, что если каждый не будет стремиться саморазвиваться, превосходить себя, тогда каждый должен смириться, что на его голову поставит ногу сверхчеловек. То есть, человек превратится лишь в ступеньку для будущего сверхчеловека. С одной стороны, здесь есть некая жесткость. С другой стороны, поймите, он делал это не с целью оскорблять людей, а с целью встряхнуть их. Итак, далее давайте посмотрим религиозную этику. Мы сказали, что в средние века вся этика была религиозной. Но нас сейчас интересует не тот период, который закончился в 16 веке, а как религиозная этика и в 21 веке развивается. И мы говорим, что в рамках христианской традиции различают написано мораль Ветхого и Нового Завета. Тут тонкость. Для верующего человека обе этих книги священны. Он не может одну вырвать, вторую оставить. Но с философской точки зрения, перед нами две модели этики. То есть, этика Ветхого Завета, то есть более старое произведение, называется, видно на слайде, этикой закона. Или еще говорят, это око за око, зуб за зуб. Благо, такие тексты есть. А вот этика Нового Завета, ее называют этикой благодати или этикой любви. Потому что, вспоминаем, в Новом Завете, в Нагорной проповеди Христа провозглашено милосердие, не наказание. И даже такие слова, что если тебя семь раз предали, что тоже прощать, что ли? А он говорит, истинно вам благодати, что если семь раз по семь, брат твой предал все равно прощать. То есть, это этика любви и милосердия, в котором уже нету той жесткости, которая, соответственно, была Ветхом Завете. Поэтому, если кто-то говорит, этика христианства такая, другой иная, нужно различать две этики системы внутри одного христианства. Итак, в связи с этим говорят об этике ненасилия. В частности, христианская этика ненасилия. Фразы, ну и списания, которые об этом приведены на слайде. Однако же, здесь нельзя понимать этику ненасилия буквально. Что, дескать, если видишь зло, то будь пассивен, проходи мимо, или позволь тому злу с тобой что угодно сделать. Речь идет о том, что если зло побеждаешь злом, то количество зла усиливается. И более того, со стороны незаметно, кто кого ударил первым, скажем, ты побеждаешь носителя зла, а люди, соответственно, прибегут и будут с тобой бороться, что ты кого-то избиваешь. Поэтому христианская концепция ненасилия говорит, что если ты демонстрируешь моральное превосходство в отношении зла, то просто всем видно, что ты носитель добра, оно зло, и ты как бы жертвуешь собою. Но это не пассивность перед злом, ты как бы всем просто показываешь превосходство своего морального духа над злом. Понятно, мы не можем сейчас сказать, что это действительно высшая степень этики, так? Потому что этика ненасилия имеет многовековую критику. В принципе, ну, вот сейчас на слайде вы видите, как бы, сторонников этой этики в разных культурах Индии, соответственно, и США. Но я сказал, что есть и критика. Например, Конфуций в ответ на слова, а некоторые учат, что на зло нужно отвечать добром, правда ли это, то есть этика ненасилия, ответствовав что-то несправедливое, чем же тогда отвечать на добро? То есть, человек сделал тебе зло, то ему добро, человек добро, то ему тоже добро. И получается, эти люди, ну, ты допустил несправедливость. Одной мерой всем отвесил. На этом слайде более подробно показано, что Махат Магань и представитель этики ненасилия как раз и предлагал метод ненасильственной борьбы, убеждения, уступок, жертв, самопожертвования и так далее. Запомним это как один из возможных путей этики. Опять же, ироническая картинка, показывающая сложность философского материала. Отвлечемся. Итак, раз вы заговорили про этику и эстетику, я вам сейчас из открытых, здесь мы видим, слайдов, этику и пролистал. По возможности объясняя. Соответственно, мы ее закрываем. Какие еще вопросы появились, на какие ответить? Я материал пытался более-менее пояснять, но все равно же что-то парадоксальное или непонятное. Если есть, присылаем. А мы сейчас еще немного посмотрим. Благодарю Элмарта Хироглы, чтобы я был уверен, что все доступно, мне не нужна обратная связь, понятно, непонятно. Итак, рассмотрим тему, близкую к теме этика, а именно человек, его сущность. На слайде вы видите разные проявления человечности. Итак, как мы видим, и какой-нибудь седой Нестор Литописис, и Наполеон, и Эйнштейн, разные аспекты некоего загадочного... Почему я сказал некоего загадочного проявления? Смотрите. Человек, его изучает в философской антропологии, в первой лекции говорил. Этот объект уникален вот чем. С одной стороны, каждому из нас он дан для изучения непосредственно. Например, вы, глядя сейчас в камеру, можете видеть, как человек проводит лекции. Глядя внутрь себя, вы можете оценивать, что чувствуют человеки на второй лекции по философии, когда все сложно, но они не сдаются, пытаются понять. То есть, бытие, мы говорили, оно человеку не дано непосредственно, а человек дано. Но в то же время, именно по теме человека, больше всего дискуссий продолжается многие века. И именно в этой теме мы дальше всего от некоего единого решения. Какова же сущность человека? Поэтому на слайде мы не видим по эпохам. Например, так понимали человека в античности, в греко-римском мире. Посмотрим. Ну вот слово «космос» нас может запутать. Обычно мы считаем, что космос – это что-то большое, огромное. Тогда макрокосм понятно, но вот микрокосм. Как так? Микробольшой, что ли? Поэтому запомню вот что. По-гречески «космос» – это красота, гармония, упорядоченность. Космос – это часть реальности, противоположная хаосу, то есть запутанному. Поэтому, понимая человека как микрокосм, они имели в виду, что человек должен быть не хаотичен, а упорядочен. Его мысли, эмоции должны быть в некой системе связанной, а не нечто бурлящее и непонятное. Хорошо. Начиная с Сократа – деление души и тела. При этом, напоминаю, в античности не было религиозного, то есть христианско-исламского понимания души. Для них душа – это разум и мораль. И, как мы видим, отделено от тела, они уже имели в виду, что тело, например, хочет есть за счет других, как мы сказали, например, и собачек. Душа, разум и мораль должны это контролировать. Переходим к следующему этапу в средние века, на примере христианства. Здесь, как мы видим, появляется некий новый элемент – дух. Вы скажете, какая с научной точки зрения разница, душа там или дух? Всего этого, дескать, нет. Но вы поймите, в философии самосознания культуры, повторяю, в сто пятисотый раз, перед нами та модель человека, из которой исходила, как мы видим, и готические храмы, и православная церковь, то есть христианство в целом. В центре находится дух, как ядро души. А дух – это третья ипостась Бога, Бог Отец, Бог Сын, Святой Дух. Отсюда традиционное христианство запрещает, например, эвтаназию, наркоманию, извращение, потому что в центре каждого из нас, с точки зрения, находится дух, то есть ипостась Бога. И человек, ну как бы не собственник сам себе, он не может со своим телом делать, чего захочет. Потому что тело, оно потому и живет, что в нем есть душа, в нем есть дух, который есть Бог. Почему это важно, уважаемые? Без разницы верующие мы, атеисты, но ни те, ни другие не должны допускать чуши, которую часто по РЕН-ТВ мы можем увидеть. Например, что ага, в момент смерти душа отходит от тела, ее фотоют. Или ага, в момент умирания тело становится легче на 4 грамма, это вес души. Не только физики, но и священники назовут это бредом. Потому что, повторяя, душа имеет в центре дух. Дух – это Бог. А Бога вы не взвешивать, не сфотографировать не можете. Бог по определению – это нечто нематериальное, так, с точки зрения религии. Поэтому, повторяю, мракобесие РЕН-ТВ и Аля Прокопенко о том, что ходят души, их можно взвешивать и заточить в сосуд. Это и не религия, это и не наука, это просто мракобесие. Дмитрий, здесь мы решаем о уравнении с несколькими неизвестными. Вы говорите «сущность человека и вечный бесконечный мир». Какова человеческая сущность? Мы этими слайдами и пытаемся понять этот момент. Какова, с точки зрения философии, у человека сущность? Если мы говорим о религиозном подходе, то у Бога вообще Бог живет в вечности. И люди-праведники после воскрашенного суда воскресения тоже будут жить в вечности. В этом плане мир для них конечный. И земная жизнь – это подготовка к той вечной, которая будет. Если же мы атеисты, то и в этом случае мы можем сказать, что да, мир вечен, бесконечен, мы кратковременны, но мы можем приобщиться к бесконечности, например, через занятия наукой или искусством. Наши открытия или идеи, ну или произведения искусства переживут нас и будут почти что вечно. Либо же мы можем сказать, что через детей, через человеческий род мы можем не бояться смерти. Мы этим будем связаны с вечным миром. Дескать, пусть солнце погаснет, но тогда умное человечество куда-то переселится. И среди тех прапрапотомков будут, дескать, мы, наши гены. Так что, Дмитрий, здесь, как мы видим, в зависимости от философской позиции. Кто-то может вообще... Смотрите, в науках мы сталкиваемся с разной трактовкой понятия. Как мы сказали на примере религии. Для Бога, говорит религиозная философия, Бог живет в вечности. Для него прошлое, настоящее и будущее одно и то же. Это не означает, что он просыпается, потом засыпает и каждый день одно и то же. Нет. Просто для него три модуса времени едины, и он смотрит и воздействует к прошлому, настоящему и будущему. Если говорить с точки зрения, например, космологии, она утверждает, что время появилось в момент большого взрыва, до этого времени не было. Как здесь скажешь, вселенная бесконечна или нет, если вселенная появилась со временем. Хотя, если мы полезем туда, у того же Хокинга, вы можете найти фразы, когда он признает эту точку зрения. А иногда, говорит, я сомневаюсь, наверное, нечто похожее на время было и до большого взрыва. Да, Дмитрий, давайте мы ограничимся религиозной традицией и скажем, что все верно. С религиозной точки зрения вечности время отсутствует. И это состояние, оно и есть, и было у Бога. То есть, это, дескать, люди перемещаются, во времени движутся, а Бог в этом плане, он, с точки зрения религии, видит и момент творения мира, и строю, и сегодня, и страшный сон, вечности Бога, ну, вечности времени нет. Это, повторю, религиозный. Если для вас, Дмитрий, эта метафора полезна, то да. Например, как говорил Платон, что время – это движущийся образ вечности. Ну, как-то так, близко. Но, повторяю, если мы коснемся современной физики... Ой, Дмитрий, вам спасибо за помощь. Если мы коснемся современной физики, то там тоже не все так однозначно. Если я сказал, что даже у Хокинга мы можем найти противоположные по точке зрения на разных этапах развития, есть ли время до большого взрыва, было ли оно. Итак, мы переходим к новому времени, то есть 17-19 века. И я вам уже чуть выше сказал, что именно в эту эпоху специфику видят в разуме. Если для религии душа в центре имела дух, в античности Сократа душа – это мораль и разум, то есть здесь душа – это просто сознание. И Кант усложнил есть чувственность, есть рассудок, есть разум. Однако же, уважаемые, я вам чуть раньше сказал, что мировые бойни 20 века поставили разумность человека под вопрос. Дескать, столько усилий на прогресс науки, которая может нас уничтожить. Поэтому с конца 19 века в 20 веке усиливается противоположная позиция. Ир – рационализм, ир – частичка отрицания, что в сущности у человека нечто неразумное. То есть эти две крайние точки зрения. И, наконец, в 20 веке написана «Школа философской антропологии». И здесь, смотрите, вы не должны запутаться. Мы в первой лекции на прошлом сегодня занятии сказали, что это слово, словосочетание «философская антропология» означает раздел «философия сущности человека». Но в 20 веке появляется школа одноименная, которая полностью сосредоточилась на этих проблемах. Поэтому она так и называется. Ее представители написаны здесь. Но нам важно, что они прошли между крайностями рационализма и иррационализма. То есть, с одной стороны, в отличие от Фрейда, они не стали говорить, что разум – это лишь оружие в руках инстинктов человека, как бы слуга инстинктов. Но, с другой стороны, в отличие от рационалистов типа Декарта, они не свели разум человека к логике, к такой роботоподобности. Они сказали, что, да, разум важен, но, собственно, человеческий разум проявляется, например, в потребности искать смысл. Смысл своей жизни, смысл всего мироздания. А если человек не находит такой смысл, то он испытывает тоску, депрессию, сам по себе становится проблемой для себя. Например, если у вас там домашние питомцы рядом, вы смотрите лекцию, они там уходят, мурчат, жрать хотят или не знают что. Вы можете увидеть отличие себя от них. Когда животное удовлетворит все свои потребности, оно радостное запарится на диван и будет счастливо мурчать. И ничего ему не надо. А, соответственно, говорит эта школа, человек в такой ситуации будет неудовлетворен, если не поймет, для чего все, что он сделал, размножился, накормил семью, сам поел и так далее. То есть запомним эту школу. Также нам сейчас интересно будет еще одна школа, а именно диалектический материализм Маркса и Энгельса. Если есть люди постарше, не вижу у вас, не знаю возраст, то есть если кто застал советское время, те помнят, слышали, что в СССР это была единственная философия, если не сказать идеология. Но тем самым, убрав конкурентов, у марксизма, ну, марксизма слабили. Возьмем спортсмена, который не может выступать с равными ему соперниками, понятно, что он обленится, растеряет навыки и станет толстым таким довольным и самодовольным. Так? Современный диамат опирается на современные исследования, соответственно, антропологии, как естественной науки мы говорили. Но нам интересно, уважаемые, что же диамат, то есть диалектический материализм, говорит о человеческой сущности? Итак, смотрите, диалектический материализм сегодня это школа, которая последовательно продолжает доказывать общественную сущность человека. И вот этот момент, можно сказать, один из самых обоснованных среди всех рассмотренных нами. Смотрите, у нас была позиция, что сущность человека духовная, религиозная философия. Так? Позиция, что сущность человека в разуме и в морали, в душе, начиная с акраат античность. Позиция, что сущность в разуме, в новое время. Однако же, есть мощный аргумент в пользу диамата, что сущность у человека общественная. Это так называемые феральные дети. То есть, те младенцы, которые были лишены процесса социализации. Они, то есть, не потребляли культур с первых дней, то есть, общение, навыков, морали, языка, знаний. И, согласно неутешительному диагнозу всех ученых, они остались животными. Когда это окошко закрывается в первые несколько лет, другие говорят, даже несколько месяцев, это несчастное существо можно только дрессировать, как медведя в цирке, на велосипеде кататься и курить, например. Но он уже не человек, в нем нет ни морали, ни знаний, ни языка, ни души, ничего. Получается, что гиалектический материализм обосновал верную вещь, что сущность у человека общественна. Вы скажете, а почему не биосоциально, ведь есть биологические потребности? Я вновь приведу примеры с кормежкой животных. У животных биологические потребности не ограничены никакими моральными нормами. Если же мы говорим о человеке как о человеке, то есть о том, кого мы называем человечным, он имеет возможность не отбирать, как мы сказали, чужой кусок, либо у слабого. Более того, он может ему отдать чужой кусок. Это, напоминаю, Кант отметил, что так обосновал мораль, долг человека по отношению к себе самому. Иначе говоря, диалектический материализм в пользу общественной сущности человека указывает на двойное рождение каждого из нас. Вначале как физиологически здоровые младенцы, здоровые в том плане, что была высшая нервная деятельность, развитый мозг, который в процессе социализации развился. Второе развитие как социального существа в процессе социализации. И на слайде мы видим первые запреты, которые известны у всех известных самых-самых древних племен. Смотрите. Запрет на убийство и поедание соплеменника, требование поддерживать его и запрет на кровосмешение, формирование морали и нравственности. Когда-то считали, что эти запреты разумны, потому что от кровосмешения образуются генетические уродства, ну и первые люди это поняли и табуировали. Однако нет. Это было настолько давно, что тогда еще не знали о 9-месячном сроке беременности. Следовательно, эти табу были порождены не головою, а сердцем. То есть, когда у людей вспыхивало сознание, начало проявляться, они осознали, что они отличаются от животных, у них должны быть некие нормы, которых у животных нету, не бывает. Но мы, люди, должны по иным правилам жить, для того, чтобы нашу человечность защитить, зафиксировать. Именно поэтому нарушение этих первых табу каралось смертью или изгнанием, что было равносильно смерти. И далее из этих, казалось бы, простейших запретов, ну и требований поддержать жизни соплеменника, и появилась мораль, нравственность, ну и далее юридические законы. То есть, уважаемые, мы сейчас с вами в теме сущности человека рассмотрели подходы к сущности человека с античности до 20 века, сказав, что, пожалуй, самый убедительный, это общественная сущность человека. И, повторяю, она не отрицает наличие биологических потребностей, но, как я постарался показать, если перед нами человечное существо, то есть, тавтология человечный человек, он свой голод обуславливает социальными нормами. Высшее проявление может отказаться от приема пищи из-за какой-то идеи или отдать свой кусок другому. Если же он это не делает, наоборот, забирает, как мы сказали неоднократно, мы называем его бесчеловечным. И ведь это, уважаемые, интересное понятие. Вряд ли мы нашего домашнего питомца можем назвать, ах ты бесчеловечен, сожрал мой обед, я его откладывал на работу, а ты стащил со стола и съел, ты не человек. Понятно, что он не человек, он внечеловечный, он не имеет возможности поступать как человек или как животное. По этому блоку есть вопросы? Если есть, напишем и встречаемся по расписанию через неделю, тогда я также прочитаю теоретическую лекцию и далее покажу, как выбирать, соответственно, темы и как эти теоретические вещи превратить в анализ текста и ответы на тесты. Всех за работу благодарю. Если вопросы есть, напишите, я сразу же постараюсь ответить. Так, Дмитрий, спасибо за спасибо. Спасибо, Руслан. Хорошо, тогда минутку подождем и прощаемся. Если за неделю появятся, вы их отметьте себе в начале прошлой лекции, то пишите, так что будет интересней. Ну да, Руслан будет начать поразмыслить ради этого, тем более у нас консультации будут такие же, так что будем выходить, встречаться, отвечать. Дай Бог, пересмотрите, что-то отлично, что отлично. Все, тогда со всеми прощаюсь, до свидания.